Оказывается, один в поле, тот еще воин. Эта косилка работает с раннего утра и до позднего вечера и так целую неделю. Площадь под многолетними травами большая, более 700 гектаров. Но у руководства агрофирмы КАМА нет сомнений, техника не подведет и справится в кратчайшие сроки. Тем более, что за рулем опытные механизаторы. Работаем с утра, с восьми начинаем работу, до вечера до восьми. Так-то нормально работает. Что делаете? Стена косим, стена косим. Нынче стена хорошая. Техника нормально работает. Ну, иногда ломается, но налаживаем и вперед, и вперед. Пятый сезон я работаю уже на этом тракторе и с этой сжаткой стеной кашу. Сколько она примерно захватывает? Четыре с половиной захват. Ну, с таким захватом сколько в день, говорите, примерно делается? Примерно двадцать и больше бывает. Когда ломается, меньше бывает. Так-то стараемся больше делать. Погода как? Погода нормальная. Кормить отлично. Жатва-жатва и обед по расписанию обеспечивать горячими блюдами механизаторов начали со старта посевной. Работников полей обычно кормят, не отрывая от производства. За вкусный и сытый перерыв в агрофирме отвечает Айгуль Нуркаева. Обед приходится очень кстати и является важным стимулом результативной работы. По словам повара, во время заготовки и уборки аграрий получает так называемый подвечерок, потому что трудится до заката солнца. Я работаю четвертый сезон в этой агрофирме. Два раза в день кормим, обед первое, второе. Чай всегда. Я в баллонах им оставляю, потому что когда жарко пить охота. И ужин. А когда уже во время уборки бывает, и три раза кормим. Конечно, стараемся желание их не учитывать. А так все. Рис, макароны, гречка, картошка, мясо. Сколько надо людей накормить? Как успеваете? Ну, когда как бывает. Во время уборки там сенаж, бывает до 30 человек. Не тронуты остались поля с зерно-смесью площадью 80 гектаров и более 250 гектаров люцерны. По словам агрария, в травостой хороший, но требует выдержки, чтобы культуры достигли своего пика по содержанию количества витаминов. К закладке сенажа планируют приступить через неделю, пока упор делают на заготовку сена. Руководитель говорит, что, несмотря на финансовые сложности, хозяйство находит пути решения текущих задач. Сегодняшний день работа идет. Это сенокос. У меня 8 единиц работают. Передуем сразу, чтобы на поле не оставим. Каждый день возим. Когда приступили? Ну, где-то в прошлом неделе, в воскресенье, начали. Вот погода позволяла, неделю стояла. Заготовили мы, где-то, 500 рулонов сегодняшний день. То, где-то, 300 рулонов продал уже. Мы продаем населению по тысяче рублей. Мы продаем, это, запчасти купим. А сегодняшний день, сегодня есть ГСМ, пока есть. Находите вы тут, в общем, из положения, да? Да, да, да. Ну, по плану у нас это сенокосы, это 320 тонн. Сегодняшний день 250 уже сделали. Сколько всего сенажа планируется? Ну, где-то 2600 сенажа будет. У меня еще в прошлом году, год не остался. Сенажа ямы. Для какой тонн? Да. Ну, общий будет это три ямы. Общий скот 300 голов. Поголовье вырастает. А, увеличивается. Да, увеличивается. Каждый год. Постараемся еще в этом году увеличивать. Таким образом, корма, я говорю, на одну условную голову скота сколько получается примерно? Хватает? Ну, я в прошлом году где-то 45 был. В этом году можно 50 сделать. Мне хватает. В хозяйстве НУР полным ходом идет заготовка сенажа. Кормо-уборочный комбайн за 10 минут заполняет зеленой массой 7 тонн и камаз. На корм скоту убирают клевер. В этом году многолетняя бобовая культура дала хороший травостой. Такая густая, что порой техника не справляется, жадко забивается. Почистит и снова в путь. Работал где-то уже 7 лет где-то. Сначала на комбайне, потом на трактор МТЗ перешел. Когда вот на комбайне работа есть, на комбайне работа. У меня работа идет как бы по яме. Одну яму, я этого не считаю, сколько там рейсов они делают. Примерно, наверное, около 40 рейсов делают. В день? Да. Сколько у вас на подвозе техники работают, получается? Ну, пока вот два камаза и вот Т-150 трактор. С прицепом, да? Да, да, да. Хорошо. Ну, как травостой в этом году? Как убирается? Техника ломается или нет? Сейчас очень хорошо, масса есть. В этом году, тьфу, как бы. Пока еще ни разу. Груженные машины спешат к сенажным ямам. С каждым новым рейсом в работу включается и трамбовочная техника. Она прессует зеленую массу, чтобы не остался воздух. Он-то и может испортить в дальнейшем качество кормов. Во избежание плесени в сенаж добавляют концентрат. Носит и солому, чтобы достичь соответствующей нормы влажности в 55%. Все это обеспечивает увеличение кормовых единиц. Начали эту работу 1 июля и уже завершается заполнение первой ямы. Планируем заготовить 1500 тонн сенажа, 1000 тонн силоса и 400 сетнеров сена. Что нам позволит полностью обеспечить скот кормами. Насчет кормов. Эта корма составляет основном 60% затрат на продукты и животноводство. Она основном влияет на себестоимость молока. Сами видите, молоко сено сильно снизилось. Уровень молока мы держим. 700-900 сетнеров молока каждый день реализуем. Чтобы нормально получить прибыль от молока, необходимо заготовить корма в хорошей срок качественно и меньшими затратами. В целом по району на 5 июля всеми сельхозпредприятиями заготовлено 5000 тонн сена. 12,5 тысяч тонн заложили сенажа. Скошено трав на площади более 6000 гектаров. Работа выполнена на 23%. Впереди у аграриев еще много работы. Но все они надеются на хорошую погоду и уверены, что всю работу выполнят в срок.